Добрый вечер! Сегодня в гостях канала Антитопор председатель Национального собрания Западной Армении Армен Тер-Саркисян. Армен Николаевич, первый вопрос будет такой. Как формировался парламент, как проходили вообще выборы и кто был избран в его состав? Спасибо. Вадим, за приглашение на канал Антитопор. Я постараюсь ответить на все те вопросы, которые интересуют Ваших слушателей. Напомню, что еще 24 мая 2013 года вышла специальная декларация Национального совета и правительства Западной Армении о формировании парламента Национального собрания Западной Армении. И самая главная цель, а выборы проходили с 22 ноября по 1 декабря. Выборы шли в течение одной недели. И целью этого было создать единый легитимный орган армян, выходцев из Западной Армении. Для организации этих выборов было создано центральное избирательное собрание из 15 человек. Это были граждане России, Армении, Швеции, Франции, Германии, Дании. Это 15 человек. То есть это все были парламентарии Национального собрания? Нет, это были до выборов. Была создана центральная избирательная комиссия, которая была уполномочена организовать и провести весь цикл избирательной кампании. За период с 1 июня по 13 ноября, я почему эту дату указываю, потому что декларация была провозглашена 24 мая, и через неделю началась регистрация избирателей. Это, во-первых, а 13 ноября, это за 10 дней до окончания, как бы прекратилась регистрация, чтобы центральная избирательная комиссия могла подготовить списки и вынести на голосование. За этот период с 1 июля по 30 ноября 2013 года включительно было зарегистрировано 17 837 избирателей из 41 страны, которые как граждане Западной Армении имели право участия в голосовании по выборам депутаты Национального собрания, то есть парламента Западной Армении. Хотел бы отметить, что это, во-первых, избиратели из России, Армении, Арсаха, Западной Армении, мы это отделяем, Республики Армении, Франции, Абхазии, Джавахка, отдельно Украина, в том числе Крым, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, также Соединенные Штаты Америки, Канада, Аргентина, то есть вся Европа участвовала. Как можно баллотироваться в парламент Западной Армении? Человек должен быть изначально уже иметь корни из Западной Армении? Или это любой, допустим, желающий? Знаете, одно из основных признаков признания гражданства, не признаков, а условий, которые были еще за несколько лет до этого, в декларации о правах армян Западной Армении, было задекларировано, кто может быть гражданином Западной Армении. Мы отметили, что гражданами Западной Армении являются все те лица, которые, во-первых, заявляют, что их родина является Западной Армения, раз, или, по крайней мере, один из их предков является выходцем из Западной Армении, или является потомками, жертв геноцида армянского народа, совершенного тремя турецкими правительствами, это Султанский, Молодо-Турецкий и Кемалевский, по отношению армян на территории его коренного проживания, на территории Западной Армении. Это все граждане, которые заявляют. И это шло не только в письменное заявление, так громогласно, а был создан сайт давно, где регистрируются граждане, они заполняли соответствующую анкету, где эти все данные, свои корни, свое рождение, все указывают. Ну вот недавно в СМИ прошла такая информация, что в Париже прошла первая сессия Национального собрания Западной Армении. Можете вкратце рассказать об этом? 17 по 21 января 2014 года в Париже проходило первое Национальное собрание парламента Западной Армении первого созыва. Она проходила в правительственном здании 14-го административного округа Мерии Парижа. Во время первого заседания было, во-первых, оглашено решение Центральной избирательной комиссии, по которому были утверждены итоги голосований и подтверждены полномочия 64 депутатов. Это был первый шаг. Второй шаг. На сессии были сформированы руководящие органы парламента, выбран председатель, его заместители, руководители и члены постоянных комиссий. Это два. Потом на первой сессии были утверждены законопроекты о государственной структуре Западной Армении, согласно которым Западная Армения является президентской республикой. В связи с невозможным проведением прямых президентских выборов на территории Западной Армении на данном этапе парламент принял специальный законопроект, по которому выборы президента проводил сам парламент. Это на его функции было. Депутатами выдвинули кандидатов, там два кандидата было, на пост президента Западной Армении. И путем обсуждения кандидатур и голосования президентом Западной Армении впервые был избран Арменак Абрамян. Он гражданин какого? Он гражданин Франции. Потом вернусь к этому вопросу. Насчет депутатов более подробно, это интересно. После принятия своей президентской присяги, президент выдвинул, согласно законопроекту, который уже был принят, президент выдвинул кандидатуру премьер-министра правительства Западной Армении в изгнании. Это была кандидатура Тиграна Паша-Безьяна, он гражданин Армении. И после его утверждения ему, премьер-министру, было поручено сформировать состав правительства, представить, а и на двухмесячный срок представить на утверждение парламента программу действия правительства. А когда и как вообще зародилась идея создания парламента Западной Армении? Эта идея изначально, конечно, была, я скажу, когда как. Но с вашего позволения, я бы хотел, конечно, еще вернуться. Я начал перечислять эти страны, которые участвовали избиратели. Но мы все не перечислим. Не перечислим. Мы сказали, что это 41 страна. Это Европа, почти вся Европа, весь Ближний Восток. Даже страны, которые мало было избирателей, например, Кувейт, там было 19 избирателей, но они имели свое право. И вот они выдвинули это, избирали. И еще тут очень интересный вопрос, когда говорим о депутатах. Было избрано 64 депутата, они были выбраны из 10 стран. Они представляли 27 городов. Это города Армении, там, интересно, начиная с Еревана. Из России это Москва, Ростов-на-Дону, Сочи. Также из Гагра, из Сухуми тоже были делегаты избраны. Из Марселя, Парижа, Ниццы, Кретья и других городов. То есть, имею в виду, что когда мы говорим, когда эта идея была, это не где-то, потому что вопрос где и когда. Эта идея была распространена везде. Не, ну, сама-то идея, она кому-то же пришла. Национальный совет и правительство Западной Армении, я отметил, что 24 мая 2013 года в специальном декрете о формировании парламента Западной Армении, они, во-первых, взяли на себе ответственность, это очень существенно, всю ответственность за формирование и создание государственных институтов Западной Армении и сохранение существования и создания армянского народа. Они и объявили, что, во-первых, о формировании парламента, во-вторых, что в решении армянского вопроса, то есть удовлетворении требований армянского народа, основополагающим считать национальное единение и бессрочные права армянского народа. И третье, это принимать только одно определение, армянский народ должен жить в составе самодостаточного, а в будущем в одном едином и независимом армянском государстве. Конечно, при этом мы руководствовались блоком основополагающих наших документов. Западная Армения, которая с момента формирования национального совета были приняты, это декларация о праве армян Западной Армении в 2007 год, от 17 декабря 2004 года решение о создании национального совета Западной Армении. Потом пошло, в 2011 году были приняты решения о создании, о формировании правительства первое, второе о государственных институтах, и третье о постоянном вооруженном нейтралитете Западной Армении. То есть мы присоединились к международному пакту от 1997 года о нейтралитете сухопутного присухопутного года. Я знаю, что в первой сессии парламента Западной Армении там обсуждались вопросы, которые раскрывали какие-то проблемы, недочеты различных армянских организаций международных, о проблемах геноцида армян. Могли бы об этом рассказать? Какие стороны, какие аспекты вы затронули и с чем вы не согласны? Это один из тех неприятных проблемных вопросов, которые поднимаются. Об этом все депутаты в курсе. И, честно говоря, этот вопрос открыто на сессии не обсуждался, потому что это было всем ясно. Но так как это проблема... Но этот вопрос... Главное, вы затронули этот вопрос. И этот вопрос интересует всех, всю диаспору. То есть проблемы, те вопросы, которые вы задали. И я считаю своим долгом и вынужден даже приоткрыть за весу над теми недоговоренностями и недосказанностями, что есть в армянской диаспоре по вопросам геноцида, признания геноцида вопросов и о Западной Армении. Хочу вспомнить, что еще в ноябре 2012 года известный историк, политолог и аналитик, специалист по Кавказу, Турции и Ближнему Востоку Станислав Тарасов в своей статье цитировал такое выражение. Я хочу просто практицировать, чтобы все было ясно. Турция в преддверии столетия годовщины геноцида армян может за несколько дней или месяцев до 24 апреля 2015 года вдруг объявить о создании фиктивного правительства Западной Армении в изгнании. При этом такое правительство должно будет заявить о том, что не имеет никаких территориальных претензий к Турции. Как будто все ясно. Этим все сказано. Это было еще 2012 год. Прошло полтора года. Мы, честно говоря, этим вопросом интересовались глубоко. И что могу сказать? Во-первых, еще как бы опережая сказанное, вернусь вот этим отношением. К сожалению, например, в Штатах есть группа деятелей, занимающихся этим вопросом, это группа соцсекианы, кажется, которая во главу угла ставит только материально, имея в виду страховые выплаты. Это одна группа. Ну, люди только этим все ограничивают. Вторая, более опасная, это небезызвестный нам бывший экс-послом Республики Армении в Канаде, теперешний руководитель агентства МОДУЗ ВЕНДИ АРА ПАПИАН. Так, это совсем ужасно. Он предлагает, я опять протестирую его высказывание, сами выводы делайте сами. Если в течение ближайших 10 лет мы не будем получать от Турции по 3-5 миллиардов долларов в качестве компенсации за материальные потери и арендной платы за использование Турции армянского имущества и территорий, то, может быть, мы выкарабкаемся из демографического пропасти, создадим основы для обеспеченного... Это бред. Ну, не бред, но это, я могу сказать, что РАПАПИАН относится к той десятой из самых крупных и умных деятелей, которые занимаются, и, сожалею, что один из руководителей умнейших людей основы ставит вот это. Это серьезно. Вопрос стоит в другом. Каким образом он это собирается делать, что Турция будет выплачивать репарации в качестве каких-то арендных плат и так далее, и так далее. Я вот нарочно разделил... Мы же понимаем, что это утопия. Это не утопия, это их невведение. Это протурецкая позиция материального возмещения. И это был деятель из Республики Армения, там был деятель из Соединенных Штатов. Теперь у нас, к сожалению, в России, в Москве тоже есть группа, какой-то конгресс, который занимается. Там есть и пенсионеры, и уважаемые, может быть, люди. Не стоит имена назвать. Но первое. Я процитировал Станислава Тарасова. Мы начали исследовать этот вопрос. И на самом деле так и оказалось. Еще в прошлом году московская группа, это ни в коем случае не относится к московской армянской общине. Оно никакое отношение к ней не имеет. Просто они живут в Москве, часть из них. И под этим московским брендом действуют. Так они, распространяя во всем мире, что действуют по согласованию, и все свои действия согласуют с высшим руководством Республики Армения, что абсолютно ложь, такого нету. Это тоже у нас есть доказательства. Идет распространение о том, что идет у них, во-первых, идет тесная ежемесячная консультация с МИДом Турции. Прямо в Турции. Это первое. Второе. Позиция пошла дальше, что мы должны, ну это как хотите, так и восприняйте. У нас есть 20, это газета «Заман», да, турецкая газета. Вот, пожалуйста, «Тараб» газета, о нем разговор идет. И о газете, вторая газета, это газета. А вы что цитируете? Вот сейчас этих деятелей, турецкие газеты, конкретно все, это официально на этом месте, в котором, в котором, какие разногласия вы сказали. Во-первых, предлагается 24 апреля, это день траура армянства. Дальше читаем. 25 апреля должен стать днем общечеловеческого покаяния, надежды, терпимости и примирения. Когда мы верим, что придет время, что мы, турки и армяне, совместно будем отмечать день 25 апреля. Это вторая позиция. Третья позиция идет, той же группы. Вот разногласия идет. Это все в газете «Тараб». Это было в газете «Тараб». Дата есть, 24. Я вам образец. Раз. И второе. Продолжение этой идеи идет уже в газете «Заман». Уже та же самая группа в день, когда у нас шло заседание первой сети. Это 18 января. Данная группа людей совместно с турецкими общественными и политическими деятелями. Это были там Назми Гур, Исмаил Бешичи, Фикрет Баскайл и другие. В Анкаре проходила конференция под названием «Глядя на убийство Гранта Динка» с точки зрения 1915 года. Организацию мероприятия против необоснованных утверждений геноцида. Там это АСИМЭТ организация. И эта группа совместно с турецкими своими единомышленниками пришла к такому удивительному мнению, что нужно всем гражданам бывшей Османской империи предоставить право иметь турецкое гражданство. И тут интересно, кто из армян Западной Армении, например, из той же самой Республики Армении, Франции, России, согласится получить паспорт, где четко написано «Турак». Хотя в виде статистики за последние 10-15 лет, например, по Франции возьмем, всего лишь 200 граждан Франции обратились за получением гражданства Республики Армения. А сколько для Турции? Я не знаю. Возьмем гражданство или французского? Нет, французского они имели, и французы обратились, чтобы получить гражданство Армении. А теперь, я не представляю, вот шаги Турции совместно с этими группами, чтобы, видите, мы открыты для вас, пожалуйста, получать гражданство Армении. Армений Николаевич, такой вот еще вопрос. Вот все ваши силы, весь интеллектуальный потенциал, не лучше ли сбросить на имеющуюся ныне Республику Армения? Это нормально. Это то, что в настоящее время существует. Да, но давайте не забывать, что Республика Армения – это часть Армении. Это часть, но она существует. Нет, она существует. Она имеется на географической карте. Она имеется на географической карте, является членом ООН и так далее, и так далее. Но тут существует самая большая опасность. Это проблема Западной Армении. Это проблема геноцида. Тут эти вопросы Республика Армения, к сожалению, внешнеполитическая позиция, она полностью не может брать на себя. Мы помогаем тем самым Республике Армения решать это щекотливые вопросы, потому что она, с одной стороны, неправомочно поднимать те же самые территориальные вопросы, те же самые компенсационные вопросы, потому что я хотел протектировать одну вещь, что, например, в нашей декларации, которая была принята, учитывая все это вышесказано, нужно сказать, что юридикция Национального собрания парламента Западной Армении распространяется как на граждан Западной Армении, так и на оккупированные территории Западной Армении, которые юридически являются областями и регионами Западной Армении. А это, первое, Ван, Битлис, Эрзерум, то есть Карин, Трапезун, Гамшен, Себастье, Диарбекер, Тигранакер, Харпут, Хилийке, в том числе Кисария, Мараш, Аданна, Зейтун, Айтнап, Гарс, Сурмалю, Джавах и Нахчеван. Эти вопросы никоим образом Республика Армения не может поднять. Тут, конечно, может... Но говоря о Джавахке, мы, получается, имеем территориальные претензии к соседним грузинским государствам. Это не территориальные. Я сказал, юридикция обращается на тех граждан, именно граждан Западной Армении, которые в данном случае живут там. Они это признают, потому что есть тоже такие структуры там. Но это не территориальные претензии, в прямом смысле слова. Но если это озвучивать, это у нас, получается, какие-то территориальные претензии. Нет, территориальные, понимаете, это решает самому народу, тем же самым нашим братьям Джавахсам, которые там... Тут никаких вопросов нет. Но так как мы ссылаемся на международные акты, на основании чего поднят вопрос о международном признании Западной Армении самой существенной, наверное, этот вопрос интересует. Да, вот, кстати, хотелось бы задать такой вопрос, как раз близкий. Правда ли то, что Западная Армения, она на более таком привилегированном положении находится, несмотря ни на что, чем та же Нагорно-Карабахская республика? Вот я слышал, есть какие-то документы, которые подтверждают это. Что это за документы, где их можно увидеть? Ну, привилегированное состояние, наверное, немножко я усечу вопрос, чисто с юридической, международной точки зрения, потому что, к сожалению, к моему большому огорчению, к сожалению, Нагорно-Карабахскую республику, наш Арсал, ни одна страна, ни одно международное, пока не признали, как независимое государство, в том числе, к сожалению, и еще республика Армения. Это факт. А в противовес этому, Западную Армению, Западная Армения, это признанное государство. Государство, может, для многих звучит как-то непривычно, но это факт, потому что Западную Армению, как государство, именно государство, зафиксировано в некоторых международных, основополагающих международных документах. И к радости я могу сказать, что одним из них, например, является это решение России. Это 17-й год, 28 декабря, по 11 января, по новому стилю, знаменитое, это О-Тачка Гайастана, Турецкая Армения, или Западная Армения, где конкретно я хочу протестировать декрет Совета Народных Комиссаров, в котором правительство России поддерживает право и платит оккупированной Турецкой Армении и свободно до независимости. И самое главное, второе, это орбитражное решение 28-го президента Соединенных Штатов, Будро Вильсона, которым были определены границы между Арменией и Турцией. Это 22 ноября. Дальше, по этим блоку документов можно сказать и про Северский договор. Но еще до этого у нас есть решение глав государств, глав комиссии стран Антанты, которые 19 января признали независимость Западной Армении. Это все страны идут, понимаете? Антанты, Высший Совет. Вот берем Патсдамская, например, там присутствуют кто? Уполномоченные представители. Если мы берем тот же самый Северский договор, то там в 93-е статье, в 83-е, там все четко указано. Там идет вопрос о территории Западной Армении. Там идет Армения. В других текстах идет как слово Армения, как Западная Армения, как тачка Айастан, Турецкая Армения. Но, когда говорим, это вот республика Армения или нет, так получилось, что это относится только и только к территории Западной Армении, потому что Иван, и Эрзрум, Бетлис, Карин, все это относится только на территорию Западной Армении. Ереванская туда, к сожалению, не подходит. Каким Вы представляете геополитическое положение Армении, неважно, западной или республики Армении, в ближайшие 50 лет? Ближайшие 50 лет, наверное, ответят наши дети, но я хочу увидеть уже ближайшие 20 лет даже, не 50 лет, а ближайшие годы, то, что, наконец, мировое сообщество исправит свою ошибу, которая была совершена. И, Вы знаете... Я хотел сказать признать мировую сообщество. Признать оно, если имею в виду, признать Западную Армению. Но ни в коем случае я не хотел признать западный геноцид, потому что геноцид армянского народа уже был признан и в 65-м году, и самое главное... Ну, рядом с страном он был признан, он не всеми странами подряд. А это неважно со всеми, потому что, извините, еще 24 мая 1915 года Россия, Франция и Велика Британия официально признали преступление против человечности, формулировка обращений, и которое осудили... Да, но есть такое понятие признания рядами ведущих стран. Какой-то определенной страны. Ну, например, скажем, долгое время тот же Тайвань живет без признания многими государствами. Та же Россия до сих пор не признала Тайвань в качестве отдельного государства, и Тайвань находится для нас на территории Китая. Или, скажем, тот же Израиль, который не всеми арабскими странами был признан, тем же Ираном он не был признан, Израилем. Палестину возьмите. Да, то же самое. А знаете, хочу что-то добавить. Классический пример признанных, непризнанных правительств и так далее, это Тибет. Территория оккупирована другой страной. Китай, Тибет. Там у нас территория... Правительство находится в изгнании. Правительство находится в изгнании. Есть его нормативные все документы во главе с Далай-Ламом, которое признается, идут переговоры с другими державами. То же самое происходит тут. У нас идут интенсивные, я скажу, переговоры с рядом ведущих. А вопрос идет о ведущих странах. Это недавно совсем, это в Германии было, на нашей делегатуре на ХДС эти вопросы поднимало. Во Франции неоднократно, в Швеции, один из депутатов Швеции. Он намечает очень серьезное мероприятие, посвященное 24 мая. И это надеется, что все 5000 армян это впервые поднимут. И я скажу, что порядка шести депутатов ХДС хотят уже договоренно здесь. Наши вопросы рассматривали в Госдепе, и ответная реакция у нас есть. Китай приглашал тоже с экономическим линием. И последний вопрос хотелось бы задать вот по вот этому стягу. Когда он впервые появился, и почему именно этот орнамент был в основе стяга? Ну, знаете, это очень хороший, приятный вопрос. Я хочу как-то показать одну карту. Вот так прошло позволье. Это, например, карта, вот мы говорим, западная Армения, Армения Осидзентал. Показал. Так. А флаг был принят решением этого национального собрания, совета западной Армении 21 ноября 2011 года. Во-первых, этот флаг символизирует Армянское Нагорье. Первое, да, как колыбель цивилизации. Мы символизируем его, первое. Внутри символ вечности, который, первое, окомленный четырьми лучами, которые идут в четыре конца света. То есть, ну, говоря кратко, я вижу здесь на фоне этого стяга и Армянское язычество, которое... Это не язычество, это аристово. Солнце, аристово. Ну, это язычество в какой-то степени тоже, но в то же время имеется и крест. Да, и знаете, что я хотел добавить? Это недавно мы узнали, увидели, сфотографировали в древнейшем армянском храме в Тигранакерте, Диар-Бекире, и вот в храме перед алтарем выиграем именно вот этот символ, вот который говорит, откуда, что, вот четырехгранник. Это получилось, не зная об этом, вот этот вечный символ был принят. А вот еще такой вопрос, вот если внимательно посмотреть, чем-то очень напоминает звезду Давида, нет? Нет, там, извините, там шестигранник. То есть грани имеют значение? Конечно, шестигранник это. Я понял. И знаете, я что хочу сказать? Вот отвечу с удовольствием, у вас знаю, что ограничения по времени существуют, с удовольствием я бы эти символы расскажу. Ну, мы к этому вернемся еще. Да, но у вас была приглашена программа «Антитопор» прекрасный специалист, автор наших постоянных статей над Арминоведом Наталья Соболь. И вот об этих символах, которые говорили, она вот тоже у нас интересовалась, мы объяснили ей. Более подкованная, да. И не то, что подкованная, а информацию мы дали, надеюсь, где-то уже опубликовано. И самое интересное, вот я вот посмотрел программу «Антитопор», и вот, например, про Арминоведческую тематику просмотрел, там 30-35 тысяч зрителей в Ютубе. Это означает, что программу «Антитопор», те вопросы, которые поднимаются, по злободневной проблеме нашей действительности, с одной стороны, это война. Вы не видите зрителей канала? Зрители канала, вашего канала «Антитопора». У нас уже более 150 тысяч. Я имею в виду не канала, я имею в виду эту программу, я имел в виду, конкретную программу, да. И все обращаются, это похвально, мы радуемся вместе с вами этому успеху. И мы готовы продолжить нашу тему, потому что есть насущные вопросы. Спасибо, да, здесь действительно 30 минутами в этих рамках никак не ограничишься, поэтому я надеюсь, что в ближайшее время Армей Николаевич еще будет у нас в гостях. И одну из тем мы посвятим именно Западной Армении. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok